Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же водоворот событий унесет вас? Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какие же энергии у вас преобладают, в каких вы энергиях находитесь. Вот знаете, такое ощущение, что ваши какие-то мечты, то, что вы задумали, оно для вас сейчас очень актуально. Вы либо же идёте к своей цели. Это у кого-то может быть по карьере, кто-то может быть что-то хочет купить себе, о чём давно мечтал, кто-то может быть хочет прыгнуть с парашюта, давно мечтал. То есть у вас есть какая-то цель, вы чётко идёте к цели. У кого-то это может быть карьерный рост. Причём, знаете, вы сейчас настроены ещё и на личную жизнь. Как-то у вас личная жизнь всё больше выходит для вас, ну как бы не на первый план, но как бы уже на такой довольно высокий уровень. У некоторых из вас может проигрываться, что уже есть какая-то дамочка на примете. Причём эта дама довольно непростая. Она и ревнивая, она такая неуловимая, она непоседа такая, очень активная. Моложе вас может проигрываться. Она любит животных. Она, скорее всего, такая вот, ну, светловолосая, скорее, я бы сказала, ну, дама, ну, которая, знаете, вот, вы не то чтобы мечтали о ней, но приблизительно такой вот вы мечтали. У неё много качеств, у этой женщины, которые вам нравятся. Причём, знаете, вот у вас ещё момент работы очень и очень сейчас актуальный. У кого-то это может проиграться смена работы, да, может быть, вы задумываетесь о смене, может быть, это подработка, ну, то есть такой вот период, да, когда вроде бы и новая женщина на горизонте, да, вот, которая, может быть, нравится вам, с которой вы зароманить хотите. Но в то же время вы понимаете, что для этого нужны финансы, хотя бы, ну, в кафе сводить, да, на какие-то элементарные потребности. Плюс ещё вы такой человек, вот, почему-то мне идёт, что вы вроде бы уже взрослый дяденька, да, казалось бы, но в душе все мы дети, вот не зря говорят. Вот какое-то ребячество, дурачество у вас есть. Вы это, понятное дело, не всем показываете. На работе вы же, если, допустим, вы там серьёзный начальник, да, ну, вы же не будете там, соберёте коллектив и дурачиться. Нет, конечно. Вы вот дурачитесь, вы показываете своё настоящее лицо именно с людьми, которым вы очень и очень сильно доверяете. Далеко не каждому вы покажете вот своё такое мальчишеское, дурачливое настроение. Вы весельчак, вы любите компанию, вы очень общительный. Но, тем не менее, душу вы открываете только избранным. Вы не будете всем подряд доверять. Итак, давайте, как всегда, посмотрим, какие же события, какой водоворот событий у вас будет. Итак, давайте, как всегда, я вот смотрела блоками, да, сначала мы смотрим события, что касается по работе, да, потом посмотрим коротко по здоровью и на закуску посмотрим, что вас ждёт в личной жизни, да. Итак, работа, да, ну, коротко я только что немножко уже коснулась работы. Что вас ждёт по работе? Вот, допустим, если вы хотите менять работу. Я думаю, некоторые из вас поменяют работу, даже не сколько поменяют, сколько придётся поменять, потому что вот как этот Титаник тонет, да, это может быть какой-то кризис у вас на работе именно, либо же ваша фирма, вот ваши предприятия, организация, да, именно вот как тонет Титаник, это закрытие предприятия, это либо же серьёзный какой-то финансовый кризис, что вам придётся перейти, да, пусть это вас не пугает, потому что вы, в принципе, вы найдёте работу, вот даже если те, кто хочет поменять, либо же банкротство какое-то, да, предприятие, вы всё равно вы найдёте, потому что, ну, вы сильный человек, вы сильный духом, вы вынесете стойко, даже если такое произойдёт. Причём, смотрите, я бы вам советовала, ну, на всякий случай пусть денежка у вас будет отложена, да, я неоднократно это говорю в своих раскладах, ну, всегда вообще по жизни я всем советую, какая-то деньга должна быть отложена, да, потому что, ну, жизнь — это штука непредсказуемая, а в силу тех событий, которые происходят сейчас, да, в разных странах, вообще вот в мире, то и кризисы, и проблемы, и безденежье — это может коснуться абсолютно каждого, тем более, если это простые люди, да, олигархов мы не берём во внимание. То есть отложите денежку, потому что вот по работе реально может быть, ну, крутая проблема. Поэтому, ну, про запас, чтобы хотя бы на первое время, пока вы найдёте работу, чтобы деньги были. Причём, я же говорю, вот не расстраивайтесь, вы работу найдёте, у вас будет довольно неплохая работа, сытая работа, прибыльная, достаток у вас будет и дальше. Просто вот именно перекантоваться, вот этот вот период вам надо. Так, далее смотрим по здоровью, коротко, что же там ждёт у вас по здоровью. Так, смотрите, значит, мочеполовая система, будьте осторожны, все вот эти циститы, все какие-то, ну, вот есть половые вот эти все сюрпризы, да, вот если у кого-то особенно романы там с одноразовыми девочками, будьте очень осторожны, либо же защищайтесь, да. Все знают, о чём я говорю. Средства контрацепции все знают, поэтому могут быть проблемы, можете застудиться. Особенно вот ещё, я знаю, мужчины любят, допустим, ну, как бы в туалет ходить, да, так скажем, на холоде, на ветру, да, а потом начинаются циститы. Поэтому сейчас как бы не лето, берегите себя, ходите в помещении, в туалет, да, потому что, ну, можете реально заработать себе какую-то нехорошую бяку-каку, типа простатитов, уретритов и тому подобное. Ну, плюс половые моменты. Будьте осторожны. Теперь могут участиться головные боли, мигрени. Вот именно сердечно-сосудистая система, да, могут быть такие перепады какие-то, перепады давления, мигрени, да. Теперь, значит, руки-ноги могут страдать, слабость может быть в руках, суставы, воспаление суставов может произойти. Так, еще что, значит, может еще быть, как же назвать, ну, наверное, это скорее поясничный отдел, поясничный отдел, вот пояснично-крестцовый отдел, вот могут быть какие-то вот боли, я не знаю, может быть нагрузка, вот. Обратите на это внимание и как-то немножко себя поберегите. Так, и дальше у нас на закуску осталась любовь, морковь. Что же у вас будет, да, вот я говорила, у некоторых из вас уже может проигрываться, что есть дамочка на примете. Смотрим, что будет у вас в личной жизни. Смотрите, да, у некоторых дама есть на примете, но она такая вот дама непростая. Она вроде бы и нацелена на семью, да, вот, на детей даже, может быть, ну, то есть на серьезные отношения, не на какой-то там короткий, легкий роман, нет. Но вот я скажу, что ее завоевать будет непросто. Вот она такая дама, которая знает себе цену. У некоторых уже, допустим, есть такая дама на примете, да, у других же в вашей жизни появится женщина, которую, ну, так легко вы не завоюете, ее голыми руками не возьмешь. Она знает себе цену, она очень уверена в себе, она любит красивые мужские поступки, она любит, ну, какую-то, вот, знаете, романтику, что ли. Она очень хозяйственная. Вот в этом плане она очень суперская, она классная, она хорошая хозяйка, она куховарит, она приготовит все, она любит детей. Но, тем не менее, знаете, вот, какие-то вот нотки в ней есть, вот какие-то экстремальные, что ли. Вот она может что-то учудить, не обдумав, вот какое-то, знаете, вот, ну, я не могу сказать, что это ребячество, но, может быть, ну, не совсем, ну, я не знаю, несерьезно я ее назвать не могу, потому что она как-то наоборот нацелена, вот, и на серьезные отношения. Но, вот, какие-то всплески такие бывают, даже не знаю, вот, какие слова правильно подобрать, чтобы ее описать. Ну, вот, какая-то, я не знаю, халатность, безалаберность периодически, может быть, есть, да, вот, то ли необдуманные поступки она может сделать, да. Я не могу сказать, что она плохая, нет. Но вот периодами что-то, вот, ну, как будто находит, и человек может учудить что-то такое, а потом пожалеть и думать, что не виновата я, я, он сам пришел, типа, да. Ну, то есть, что-то, вот, ну, безответственное, может быть, в ней есть, да. Вот она может сделать какой-то поступок, потом пожалеть. Вот она может сделать поступок, а потом сказать, ой, я не подумала, да, вот, какие-то импульсивные, наверное. Наверное, вот так вот правильно, вот поступки импульсивные ей присущи. Так, еще что она за дамочка? Какой же у вас в ней круговорот событий будет? Она веселая, она дурашливая, но в то же время, вот, у нее есть какие-то такие, ну, понятно, что тараканы есть у всех, да, вот, свои тараканы у нее есть. Вы с ней будете и дурачиться, вы будете с ней взрыв мозга получать. У вас будет настолько с ней такое, вот, знаете, вот вы в унисон будете периодически с ней вместе дурачиться. То есть, это отношения будут не скучные. Причем, вот, эта дорога, знаете, дорога вас ведет именно вот к семейным, к серьезным отношениям. Это будут и всплеск страстей, это будет и всплеск каких-то, вот, знаете, вот, именно детских эмоций, когда вот было классно, да, вот, как катались в детстве на санках. Вот это ребячество, дурашество, вот, абсолютнейший, абсолютнейший ее приоритет. Вот, она очень любит именно легкие такие вот взаимоотношения, да. Да, она нацелена на семью, она серьезный человек, но она вот именно в отношениях, она общается, ну, вот, легко, она все переводит в юмор, в шутку, да, вот, ну, в этом ключе я имею в виду. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, можно, допустим, иметь серьезные отношения, женщина будет, ну, либо же мужчина, так, знаете, себя как-то официально вести, что ли, общаться так сдержанно как-то, да. А есть люди, ну, в принципе, я тоже люблю это, я склоняюсь к таким отношениям, когда можно вместе и подурачиться, можно пошутить, можно какие-то там, ну, даже такие серьезные моменты либо конфликтные перевести в шутку, как-то сглаживать. Вот она приблизительно такая, она, ну, шухерная такая, вот, женщина-огонь, вот так ее я могла бы, наверное, назвать, вот она огонь. Это и головная боль, это и ваша, и радость, это и веселье, это и взрыв мозга, то есть это такой вулкан страстей, это и хорошая любовница, это, ну, то есть все, что можно придумать, ну, эта женщина вас ждет. Вот именно с этой женщиной вас ждет все, что можно вот в эмоциях, в страстях придумать. То есть это полный драйв, это полный водоворот, это реально водоворот событий. Она будет вас постоянно куда-то тянуть. Пошли туда, пошли сюда. Ну, то есть, знаете, это такие очень активные отношения будут, очень активные. Вот если поначалу она может быть еще казаться такой, знаете, вот сдержанной, но чем больше вы с ней разнакомитесь, это будет такой круговорот событий, это будет абсолютно другой ваш жизненный уклад. Она на 180 градусов поменяет вашу жизнь. Поэтому, ребята, вас ждут великие дела, вас ждут великие отношения и такой круговорот событий, о котором, наверное, вы давно уже забыли, что так может быть. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!